друзья привет это видео я хочу чтобы посмотрела максимальное количество человек потому что ситуация которой мы с вами будем разговаривать кажется такой отдаленный от нас но на самом-то деле это может случиться с каждым человеком друзья на канале как снимать видео вышло интервью со мной где я ответила на самые такие часто задаваемые или даже интересные вопросы вы касаемо ютуба вот также есть там информация заработки приходите по ссылке в описании либо сейчас кликайте на аннотацию знаете если вы сталкивались с таким понятием как stalking вы наверное думаете что это но типа там что-то в интернете искать что называется на это stalking на самом деле вот в жизни есть такое устойчивое понятие stalking это грубо говоря слежка я это говорю грубо говоря потому что тут есть такие различные аспекты то есть это не значит что какой-то человек вам будет за вами по пятам ходить нет это может отображаться в разных совершенно условиях и форматах знаете от нежелательных людей все-таки лучше так сказать иметь защиту средства защиты вы можете например приобрести в телеграме но зачастую это что-то незаконное поэтому я вам советую посетить телеграм-канал dark алиэкспресс темная сторона алиэкспресса помните я рассказывала вам о юсб киллер gps трекерах и всяких таких штуках на канале dark алиэкспресс вы сможете найти ссылки на реальные товары также там опубликованные средства самообороны для некоторых стран это будет актуально по ссылке в описании вы сможете перейти на канал dark алиэкспресс и посмотреть то что вас интересует давайте начнем сразу с того что я очень удивилась что девушки пишут мне о проблемах именно связанные с тем что их преследуют вот недавно был буквально такой случай мне писали девушку преследовал человек она не знала кто это но в итоге оказался ее знакомый вот но суть в том что он ее пугал сообщениями в телеграме он приходил к ней под окна светил ножом то есть но не самое приятное понимаете что полиция тут может быть неэффективно поскольку нет убийства нет дела и знаете я хочу сделать серию роликов где я расскажу вот такие аспекты связанные со своей же безопасностью как важно вообще доверять интуиции но это будет потом а вот и я вам хочу посеять такую мысль что большинство людей неадекватные но вы послушайте истории которые я вам рассказываю придете сами к выводу что надо бояться именно людей они чего-то там еще я очень надеюсь что вас никто в своей жизни не атаковал звонками просто знаете что когда неизвестный человек звонит вам это значит что он получает удовольствие от того что вас достает и как-то посеивает вас страх и него не могу говорить за всех людей потому что ну некоторые просто неадекватными могут быть в основном тенденция такая что человек испытывает такое удовольствие когда он чувствует что жертва запугана и в ней есть какой-то страх вот и ему от этого хорошо это знаете можно сравнить с той же мелкой шалостью когда вы звоните в звонок двери убегаете а вот человек как бы он не понимает что происходит и он открывает дверь ему непонятно никого нету вот и нам очень весело становится от этого вот примерно такая ситуация происходит и запомните если вас атакуют звонками то это естественно способ привлечь к себе внимание вообще как может проявляться сталкинг именно вот в этом понятии не то чтобы по вам просто там человек звонит не может до вас дозвониться или напугать хочет сталкинг прежде всего проявляется в излишнем внимание к вам та же история с девушкой которую человек буквально преследовал приходил к ней домой и фоткал вот нож около ее дома вот это может проявляться в навязчивых сообщениях прям вот потоком вам пишут хотят с вами пообщаться это может проявляться в чрезвычайной активности типа комплимента чаще всего сталкеры это мужчины которые преследуют женщину вот так уж получилось это на самом деле очень неприятный момент но было бы странно когда женщина преследовал бы мужчину вот и знаете я вам такую вещь скажу что многие сталкеры у них плохо с логикой то есть вы говорите на совершенно разных языках то есть у вас не получается адекватного разговора вам не получается мысль свою донести до человека потому что человек совершенно по-другому мыслит вы можете сказать что я не хочу сейчас отношений а он поймет что как бы нужно выдержать какое-то время чтобы этот человек захотел чтобы эта девушка захотела отношений и еще чем ближе теплее были ваши отношения там дружеские любовные неважно с сталкером тем сложнее становится ситуация потому что буквально если человек вас не знает то как-то тут можно еще что-то решить чтобы он от вас отстал а если привязанность такая сильная в этом дружили какое-то время или там встречались несколько лет то сами понимаете человек намного сложнее вас отпустить найти многие девушки очень бережно относятся к людям с которыми они общаются до бывшим мужчинам или бывшим друзьям и стараются человеку именно объяснить что я с тобой не хочу общаться давай вот прекратим это все но это совершенно неправильная ситуация вы не должны так делать если человек настаивать на общение он пишет вам каждый день звонит вам не следует вообще ему отвечать я объясню почему вообще слово дебильное я уже поняла это когда произнесла его раз десять вот но давайте так называть этих людей если stalker как бы обращается к вам после какого-то перерыва в ваших отношениях и говорит вот помоги мне пожалуйста с этим это значит что ему не нужна ваша помощь ему нужен вот именно факт общения вот эта тема за которую вы зацепитесь и начнете с ним общаться и потом уже как бы выстраиваются такие дружеские отношения и можно типа все вернуть и представьте ситуацию вот вы сказали нет все я с тобой больше не хочу общаться давай мирно разойдемся да вот проходит какое-то время вы думаете что ну все нормально он как бы не пишет не звонит вот потом начинаются звонки каждый день буквально вот и вы просто не сдерживаетесь в какой-то из дней вы отвечаете и говорите что все закончено я не хочу с тобой общаться вы это делаете и вот весь этот прогресс все это уменьшение привязанности вот это она более усиливается и в общем человек становится более привязанным к вам потому что вы ответили на его звонок нельзя так делать следующий момент опять же многие девушки с парнями как-то у них это все более резко происходит в общем когда девушки хотят сообщить своему молодому человеку или вообще другу что вот давай мы с тобой разойдемся что-то вот мне не нравится наших отношениях и вы говорите неуверенно вы очень мягко старайтесь ему это сказать чтобы он не обиделся и например вот когда он спрашивает а возможно ли в дальнейшем какие-то отношения может у нас наладится все вы говорите может быть может быть подумаю хотя вы сами подразумевали что ну нет все таки нет просто я вот так смягчила свое нет запомнить что с такими людьми слова может быть там наверно подумаю не работает вы должны четко призывать свою ситуацию свою позицию что нет не хочу и представим ситуацию вы с человеком уже разошлись и он начинает до вас докапываться названивать там писать все такое хочет возобновить с вами контакты до победного конца будет нажимать на эти кнопки он будет добиваться вашего внимания пока не получит его есть такая вещь как маниакальный синдром это не значит что человек маньяк это значит что у человека есть определенная цель можно сказать человек которым он живет и прямо вот для него смертельно когда общение с этим человеком его там целью можно сказать прерывается и на самом деле маниакальный синдром очень легко лечится это помимо медикаментозных каких-то средств нужно исключить контакты полностью сталкера вот с человеком который он преследует вот потому что это может вообще никогда не закончится сталкера становятся только тогда когда его никто не попытается остановить и если вы уже встречались с этой ситуации или встретитесь то наверняка вот у вас было такое чувство что вот все мне это все надоело я хочу сейчас резко все оборвать сказать ему обматерить и в общем то никогда к этому разговору не возвращаться сталкера это не действует если сам человек этого не понимает что нужно оборвать контакты для его же благо и для того чтобы он вас не доставал то обрывайте контакты вы но большинство это все-таки не имеет клиническую диагноз знаете почему записывают это видео потому что я сама столкнулся сталкингом знаете я когда готовил материал для этого видео прочитала что оказывается от сталкинга очень страдают люди которые имеют какую-то общественную значимость ну грубо говоря медийной личности вот и я думала что это я одна такая мне повезло очень неприятная вещь я пыталась как бы от человека отделаться совершенно разными способами вот как я уже говорила там материть его жестко но просто там поносить для того чтобы он обиделся наконец-то и отстал от меня я пыталась нормально с человеком ну естественно сначала я нормально с человеком разговаривал потом уже перешла на крайние меры вот врила ну прям доказательно все говорила повторяла уже около получается полугода до наверное да я нахожусь не то что под давлением но периодически человек хочет выйти со мной на связь и наверное я совершаю грубую ошибку говоря об этом видео у вас наверняка там возникали вопросы кто у меня там с памят под фотографиями и в комментариях я естественно все это вижу и ваши вопросы тоже вообще был очень неприятный момент когда вот видимо какое-то обострение было я не знаю я не могу там говорить за клинический диагноз что человек что-то не так с головой но похоже на то вот был такой момент когда ночью часа в два-три мне приходили просто сотни звонков я вам сейчас не преувеличиваю сотни звонков видимо поставлена на автодозвон или я не знаю вот постоянно человек нажимал эту кнопку чтобы мне позвонить и это меня прям высадила вот я поняла но все я западнее я попала к сожалению были моменты когда мне вот писали и по 500 сообщений скапливалась буквально там за действие за полчаса до где-то и в общем то я понимаю что этому человеку не нравится когда он находится в публичном окружении когда о нем говорят когда я опубликовала его документы естественно с цензурой то так немножко он слился можно сказать его я там за судить или что такое я не могу потому что другой стране находится я рассчитывала самый худший вариант когда он вдруг приедет в россию и типа будет меня искать для того чтобы там общаться со мной то есть от такого товарища я могу все что угодно ожидать но к счастью такого не произойдет потому что визу ему скорее всего не одобрит я так думаю вот то что я все-таки подозреваю что некоторые какое-то психическое расстройство есть на протяжении полугода до это продолжается может уже даже больше я не считала вот моей ошибкой было то что я сначала не прекратил это общение вот по своей какой-то душевной доброте я тогда еще вот у меня не было такого понимания что со многими людьми не стоит общаться потому что если они показались какими-то странными поэтому я вас хочу предостеречь и сказать вообще что если вам человек сразу не понравился вот какой-то он странный то вы хорошенько подумайте а стоит ли с ним общаться дальнейшем будет возможно будет такая ситуация как у меня она не здесь самое приятное я думаю что это продолжится не год не два довольно большое количество времени до тех пор пока не знаю какая-то привязанность эмоциональная что такое не исчезнет или пока ему просто не надо не надоест знаете вот если такое отношение к вам сталкеринг продолжается довольно большое количество времени чтобы человек от вас отвязался ему нужно при переключиться на какой-то другой объект да на какого-то другого человека я свято верю что когда-нибудь это случится к сожалению даже в россии правоохранительные органы не смогут ничем помочь потому что нет каких-то оснований для того чтобы привлекать человека к ответственности вот если он нанесет вам какой-то ущерб то уже можно что-то делать предпринимать вот в такой форме как у меня например я ничего не могу сделать вот тем более что я из другой страны и там на законодательство я никак не могу повлиять не дай бог конечно но если вы встретитесь с таким случаем то может произойти такая ситуация что человек вам напишет буквально вот давай все я решил давай прекратим общаться и тогда вы мегам при почитайте это сообщение вот и самом деле это является маскировкой для того чтобы начать общение с вами зацепиться за какую-то тему ни в коем случае не реагируйте на такие маркеры потому что ну все пойдет заново вы спросите меня что делать в таком случае лучшим выходом как это банально не звучало будет оборвать все контакты если человек stalker не может этого сделать он не хочет этого делать и тогда делаете вы вы меняете номер меняете если он знает ваш адрес меняете место проживания вот поэтому я вам не советую вообще об этой информации распространяется как-то если например молодой человек вам предлагает отношения вот прям настаивает хочет чтобы вы с ним встречались вы не говорите вот типа ну сейчас не хочу вот но ты такой конечно хороший милый но нет наверное нет вот чтобы этого наверное и подумаю не знаю этого не было вы говорите четко и нет и на самом деле мальчиком в раннем возрасте нужно проявить что отказ слова нет означает нет а не возможность там что-то исправить понимаете многие мужчины уже когда вырастают они не понимают этого слова они думают ну она так сказала но на самом-то деле все по-другому я классные типы и некоторые именно жертвы считают что для того чтобы это все прекратилось чтобы человек не настаивал там ни на чем то нужно как бы вмешать своего молодого человека уже нынешнего или отца там не знают какого-то близкого человека мужчину влиятельного чтобы все это прекратилось но на самом-то деле stalker считает что таким способом вы проявляете неуверенность может быть угрозы да ему все равно на эти угрозы понимаете все равно единственный выход это оборвать все контакты если вы с человеком говорите на разных священных языках у вас нет понимания друг друга вы говорите одно он воспринимает это как другое и интерпретирует по-своему вам необходимо оборвать все контакты с ним абсолютно и еще вот такой совет людям которые может быть меня смотрят и имеет то медийную значимость отвечаете на письма или сообщения своих подписчиков зрителей не слишком лично понимаете если вы будете там ну прям очень тепло отвечать но к сожалению это так если вы будете тепло отвечать то он подумает что это он один такой вот ему счастье снизошло вы относитесь к нему совершенно по-особенному и он будет работал продолжать развивать разговор если вы очень мягкий мягкий по характеру то вы не сможете там ему отказать в разговоре может быть он вам будет неинтересен но вот таким образом могут выстроиться взаимоотношения он будет уже не просто зрителям там товарищем вашим и но в дальнейшем может просто повториться такая ситуация как со мной я искренне желаю вам не попадать в такие ситуации и заранее предупреждать такое общение дать человеку понять что ничего совершенно вы не хотите с ним иметь общего именно поэтому я вам говорю что быть слишком добрым человеком невыгодно в первую очередь вам и вот на моем примере вы можете убедиться к чему это может привести оставляйте свои комментарии истории и оценивайте это видео если оно вам оказалось полезным и до скорой встречи а